Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру Мы продолжаем читать и читаем 22 главу. Доброе имя превосходнее большого богатства, а добрая слава превосходнее серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, но обоих сотворил Господь. Вот, конечно же, доброе имя и добрая слава — это то, чего человек достигает собственными стараниями, то, чего человек достигает собственной праведной жизнью. Большое богатство тоже достигается собственной жизнью, обычно, по крайней мере. И серебро, и золото человек зарабатывает обычно собственным трудом. Но превосходнее оказывается доброе имя. Иногда кажется, что заработать богатство сложно, но на самом деле еще сложнее заработать доброе имя и славу, которые превосходнее этих материальных благ. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, но обоих сотворил Господь». То есть их сотворил Господь, и они живут на одной земле, но один богатый, а другой беден. Не потому, что одного Господь сотворил богатым, а другого сотворил бедным. Наоборот. Речь здесь о том, что изначальные условия одинаковы, потому что Господь сотворил и одного, и другого. Но один становится богатым, а другой беднеет. История знает немало примеров, когда дети бедных родителей становились богатыми, и напротив, дети богатых родителей становились совершенно бедными. Благоразумные, видя тяжкое наказание злодея, сам научаются, а неразумные проходят мимо, терпят ущерб. Эта мысль уже в прошлых главах несколько раз проговаривалась. Мудрость рождает страх Господень, богатство, славу и жизнь. Мудрость рождает страх Господень, то есть человек, который поступает мудро, боится нарушить волю Божью, боится противопоставить себя Богу. И рождает, вот его такое поведение, оно рождает жизнь благочестивую и благоденственную, богатую, славную. Терния и сети на извращенных путях, но кто хранит свою душу, тот избежит их. Пути извращенные полны преград, препятствий и проблем, и они наполняют проблемами жизнь человека. А тот, кто хранит свою душу, тот избегает эти тернии и сети, соответственно. Богатые будут господствовать над бедными, и рабы дадут взаймы своим господам. Вот странное такое выражение. Ну понятно, что богатые будут господствовать над бедными, но как рабы дадут взаймы своим господам? Дело в том, что эти господа оказываются неправедными. То есть богатый может господствовать над бедным, но богатый может так вести себя, что скоро рабы начнут давать ему взаймы. Сеющий зло пожнет зло, наказание, понесет наказание за дела свои. Человек кроткого и щедрого любит Бог, и недостаток дел его восполнит. Вот очень важная и интересная мысль. Человек кроткий и щедрый. Это человек, который знает свое место в этом мире. Это, кстати, не унижение. Знать свое место в мире может и царь. Это просто адекватное восприятие самого себя. Когда ты понимаешь, на что ты поставлен, какова воля Божия о тебе, и ты стремишься ее исполнить. И делаешь это щедро, с надеждой на Бога. И вот человека кроткого и щедрого любит Бог, и недостаток дел его восполнит. То есть даже если человек не будет совершенно праведен, даже если человек не во всем будет поступать хорошо и будет иногда впадать в какие-то немощи, Господь восполнит недостаток его дел, потому что он ведет себя кротко и щедро. И далее некоторая путаница может возникнуть при сравнении этих стихов в этой главе, потому что часть стихов объединяется, и где-то с разницей в один стих нумерация расходится в синодальном переводе и в переводе Юнгерова. «Милующий бедного сам прокормится, потому что дал бедному от хлеба своего, победу и честь приобретает дающие дары, и даже овладеет душою получающих оные». То есть человек, который дает дары, то есть который щедрым оказывается, да, он овладеет душою получающих эти самые дары. То есть окажется над ними господином. «Изгони из собрания вредного человека, и удалится с ним раздор, ибо когда он сядет в собрание, то всех бесчестит». Ну, понятная и очевидная мысль, хотя и выражена здесь довольно резко. «Изгони из собрания вредного человека». То есть человек, который ведет себя зловредно, который и каким именно образом? Вот смотрите. «Изгони из собрания вредного человека, и удалится с ним раздор». То есть вот что главное оказывается в его этом вреде. Раздор. «Ибо когда он сядет в собрание, то всех обесчестит». «Любит Господь благочестивые сердца, приятные ему, все непорочные в путях своих, устами управляет царь людьми своими». «Благочестивые сердца, приятные и непорочные в путях своих, приятны Богу». И далее. «Очи Господни охраняют знания, а законопреступный презирает слова». Постоянный акцент Соломона на знании не должен удивлять, потому что знание — это знание закона, это знание того, как должно поступить. Знание очень важное, потому что человек на самом деле очень редко знает, как надо поступать, и ищет, и думает над тем, как именно поступить. И вот «Очи Господни охраняют знания, а законопреступный презирает слова». Вот здесь законопреступный слово, оно говорит о том, знание чего же имеется в виду, это знание закона. То есть «Очи Господни охраняют знания закона», можно было бы сказать, а законопреступный презирает слова, опять слова закона, естественно. «Ленивый оправдывается и говорит, лев на пути, а на полях разбойники». То есть чем угодно оправдывается для того, чтобы не трудиться. И далее. «Глубокая яма, уста законопреступных, кого возненавидит Господь, тот упадет в нее». «Бывают дурные пути перед человеком, и он не любит отвращаться от них, однако следует отвращаться от пути отвращенного и дурного». 15-й стих, который мы прочитали сейчас, несколько отличается в синодальном переводе, но, во-первых, он 14-й на самом деле в переводе синодальном, в отличие от того, что он 15-й в переводе Юнгерова, он еще и отличается. «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет». Здесь глубокая яма уста законопреступных, здесь уста блудниц. Но есть еще одно важное слово, которое надо прокомментировать. «Кого возненавидит Господь», говорится у Юнгерова, а здесь «на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Очень важно понять, и мы знаем об этом, в Ветхом Завете и вообще в Писании есть такие слова, которые называются в богословии антропоморфизмами или антропопатизмами. Антропоморфизмы — это такие выражения в Писании, которые говорят о Боге как о человеке. Например, приписывают ему обладание зрением, обладание слухом, обладание ногами или руками, языком и прочим. Например, когда говорится «перст Господень» или «небеса подножия ног Его», мы же понимаем, что у Бога нет ног и у Бога нет перста. Да, конечно, сегодня в Новом Завете мы знаем, что у Христа есть и ноги, и перст, и уши, и уста, и все прочее. И так можно сказать, что у Бога во Христе, воплотившегося Бога, есть это. Но, конечно, в Ветхом Завете речь идет о другом, о том, что Бога как бы воображает, видит человека, да, но Бог при этом, конечно же, не обладает устами в буквальном смысле слова. Вот 13 стих «Очи Господни охраняют знания». Понятно же, что у Бога нет таких глаз, какими обладает человек. Так вот, антропопатизмы — это частные случаи антропоморфизмов, когда речь идет о страстях, которые есть у человека, и они предписываются Богу. Например, Господь презирает, или, например, Господь печалится, или Господь радуется, или в данном случае Господь ненавидит. Вот кого возненавидит Господь, речь идет, конечно, о том, что это антропопатизм. То есть Бог на самом деле не ненавидит, но человек так описывает свои ощущения после греха, что он чувствует как будто бы гнев Божий и ненависть Божию к себе. Вот интересно, да, что синодальный перевод дает нам слово другое. Он говорит, на кого прогневается Господь. А что такое гнев Божий? Вот очень часто люди думают, что гнев Божий похож на гнев человеческий. Но если мы обратимся к святоотеческому учению, мы не найдем в Священном Писании и в комментариях к Священному Писанию, в святоотеческих творениях, ни одного утверждения, что гнев Божий похож на гнев человеческий. Что гнев Божий выражается в желании Бога сделать человеку больно, наказать его и прочее. Даже напротив, святитель Григорий Палома говорит, гнев Божий есть удаление благого, то есть Бога, от грешника. И вот когда Бог, уважая свободу грешника, уважая его собственный выбор, удаляется от него, не желая насильно присутствовать в его жизни, грешник, потому что он все равно является человеком, и все равно для него блаженство связано с Богоприсутствием, грешник ощущает отсутствие Бога в своей жизни как наказание, как ненависть Божию к себе, как если бы, например, родитель, который, уважая ребенка, уходит, отстраняется от него и позволяет ему самому вести собственную жизнь, родитель в глазах обиженного ребенка сам бы начинал восприниматься как обидчивый, как озлобленный, например. Ведь очень часто родитель оказывается не озлобленным, а просто оставляет ребенка наедине с самим собой, чтобы он почувствовал, что такое быть неправым и противоречить родительскому мнению или правильному какому-то указанию. И вот здесь прямо говорится, бывают дурные пути перед человеком, и он не любит отвращаться от них. То есть человеку, так как после грехопадения он стал склонен к греху, довольно приятно бывает находиться на греховных, дурных путях. И хотя он не любит отвращаться от них, следует отвращаться от пути извращенного и дурного. Глупость висит на сердце юноши, а жезл и наставление далеко отгоняют от него ее. Жезл и наставление, ну речь идет, конечно же, о физическом наказании в данном случае, то есть о наказании глупого юноши, который вот так готов идти по пути греховному и которого наставляют воспитатели таким образом, что глупость далеко убегает от сердца этого юноши. Кто обижает бедного, тот много делает себе зла, а кто дает богатому, того доводит это до бедности. То есть Господь устами Соломона запрещает обижать бедного, потому что человек делает себе много зла. Но и расточать богатому богатство, то есть когда человек богат, дальше давать ему богатство и как-то безрассудно с ним себя вести, это прийти к собственной бедности. К словам мудрых преклоняй ухо твое и слушай мои слова. Сердце же твое обрати на них, чтобы узнать, что они хороши. Если же ты вложишь их в сердце твое, то вместе с тем они возвеселят тебя на устах твоих. Речь идет о мудрых словах, да? К словам мудрых преклоняй ухо твое и слушай мои слова. То есть Соломон сам выступает как мудрец и призывает сына слушать слова мудрых. «Да будет у тебя надежда на Господа, и Он покажет тебе путь свой». То есть грешник надеется на себя, а праведник надеется на Бога. «И ты напиши себе это трижды на совет и смысл и разум на скрижалях сердца своего. Так я научу тебя принимать истинное слово и доброе знамение, чтобы отвечать словами истины, предлагаемыми мною тебе». «Напиши заповеди на скрижалях сердца своего». Это постоянный в Ветхом Завете завет, завещание такое пророков и мудрецов, которые иногда иудеи понимали, как необходимость прямо навязывать свитки закона на руку и на лоб, скажем. Есть такие религиозные предметы специальные, которые повязываются на руку и на голову у иудеев. Но в первую очередь речь, конечно, здесь о другом. Речь идет о том, что они должны быть написаны, навязаны на скрижалях сердца. И человек должен вести себя в соответствии с этими заповедями, когда они станут уже его. То есть пока они для человека внешние. Вот Бог является и говорит человеку «вот тебе заповеди, исполняй». И человек может исполнять их как внешние указания, как некоторое внешнее вмешательство, что ли, Бога в его жизнь. А Бог говорит о другом. Бог говорит «вот заповеди, пусть они станут твоими заповедями, как будто бы они из твоего сердца исходят». И далее. «Не насилуй бедного, потому что он беден, и не оскорбляй немощного у ворот, потому что Господь рассудит дело его». «А ты без потери избавишь свою душу». Что значит «не насилуй бедного»? Понятно, не оскорбляй его, не унижай его, да, не причиняй ему вреда, потому что он беден. «И не оскорбляй немощного у ворот». Что значит «не оскорбляй немощного»? «Немощный у ворот», человек, который, может быть, обанкротился, который, может быть, стал бедным в силу каких-то независимых от него обстоятельств. Глумиться над таким человеком, это значит говорить, что он бедняк, потому что он ленив, потому что он развращен, потому что он грешен. «Не думай так, не унижай бедного, потому что Господь рассудит дело его». То есть Господь рассудит, почему он беден. Если он беден по независимым от него обстоятельствам, Господь его поддержит и поможет, может быть, и твоими руками. Если же он беден, потому что он греховен, например, то Господь рассудит, и такой человек не получит помощи. Вот интересно, что 23 стих по-другому звучит в синодальном переводе. Итак, здесь «потому что Господь рассудит его дело, а ты без потери избавишь свою душу». А в синодальном переводе «потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их». То есть не ты, как здесь, да, без потери избавишь свою душу, а ты не глумись над бедным, потому что Господь за него вступится и Господь его поддержит. И если ты будешь глумиться, то поддержит и против тебя. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с другом вспыльчивым, чтобы не научиться путям его, и не взять сети на душу твою. Не поручайся за другого из стыда перед кем-нибудь, ибо если не будешь иметь чем заплатить, возьмут постель из-под ребер твоих». Иными словами, Соломон предостерегает своего сына, чтобы он и нас всех, конечно, вместе с ним, чтобы он не дружил, не имел общения с грешником, с гневливым, со вспыльчивым, чтобы не научиться его путям. Как будет сказано в другом месте, дурные сообщества развращают нравы. Это действительно очень важно. «Не переставляй вечных пределов, которые положили отцы твои». Вот интересно, этот стих имеет параллельное чтение, другое, да, несколько отличающееся в синодальном переводе. «Не передвигай межи древней, которую провели отцы твои». То есть предел — это что-то такое не очень понятное в нашем случае, но имеется в виду межа. То есть имеется в виду, почему предел, да, граница. Граница между участками. Как сегодня, так и в древние времена земля в населенных пунктах была поделена между людьми на участки, и как тогда, так и сейчас нечестный человек мог эти участки менять. То есть, например, немного передвигать межу, постепенно, скажем, да, передвигать границу, увеличивая свой участок и уменьшая при этом участок другого человека. Так вот, интересно, не передвигай межи, которые положили отцы твои. То есть это очень важно было, и в Ветхом Завете есть несколько заповедей по этому поводу, что человек не должен менять втайне, менять нечестно границы земли, которой он владеет, потому что это происходит вопреки ближнему. «Проницательному мужу и быстрому в делах своих надлежит стоять перед царями, а не стоять перед людьми простыми». В этом последнем стихе, 29, имеется в виду, что человек, который проницателен и который мудр, он, в конце концов, будет советником царя и сможет влиять на какие-то важные даже государственные дела. Но для того, чтобы на них влиять, действительно нужно быть мудрым и проницательным человеком, чего каждому из нас можно пожелать. Всего доброго!